Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня у нас будет видео о секонд-хенд покупки. Сразу скажу, что это супер-мега-крутое видео, потому что секонд-хенд я снимаю впервые. Давно хотела для вас снять это видео, но всегда, когда я заходила в секонд-хенд, и, честно говоря, я там долго не могла находиться. Во-первых, запах какой-то там не тот, во-вторых, цены, мне кажется, не совсем маленькие, и в-третьем, там совершенно нет выбора, чтобы выбрать. И тут случайно я зашла у нас в Ростове, в Евротексе, на 40 лет победы, не знаю, где-то еще на Крепостном есть. Я зашла, у них был килограмм 300 рублей. Я набралась просто гору всяких вещей, я вам сейчас... Дэй, дай сюда платье. Я вам просто сейчас покажу все это. И впервые за свою историю всю жизни, когда я мерю одежду, вот все, что я взяла, я пришла в примерочную, я все померила, и ни одной вещи я не убрала, я просто все взяла. Вышло все у меня это на кило 700 с копейками, я заплатила за вот эту гору, за вот эту, вот эту гору вещей. Всего лишь 520 рублей. Да, сейчас мы будем все это показывать. Итак, первое, что я хочу показать, это, конечно же, вот этот вот свитер-платье-туника, который находится на мне. Он очень классный, и самое классное у него это ворот, он вот такой вот длинный, то есть можно спрятаться даже. И что мне нравится, что его можно носить по-разному, то есть его можно носить вот так вот, его можно носить вот так вот назад, он немножко смотрится как капюшон, знаете. Потом можно его реально сделать вот так. Единственное, что здесь сзади проходит шов, но я думаю сделать такую, знаете, тесьму какую-то черную, и будет вообще даже еще и стильненько, да. То есть если вдруг что-то где-то задувает, мы вот так вот оделись, и очень круто, да. Мне очень нравится. По длине он такой, ну, чуть выше колена, он теплый, свободный, его можно одевать как платье под сапоги, так можно и одеть под штаны, например. Я одевала просто под брюки черные, и мне очень понравилось. Смотрится на самом деле очень дорого, потому что я такие свитера смотрела. У меня даже знакомая одна шьет такие на заказ, именно вот с такими воротами классными, и это очень эффектно смотрится. Давайте поедем дальше. Дальше я вам покажу платье, которое мне очень понравилось. Давайте начнем с коричневого. Это платье, вы знаете, я особо платье не ношу, но там почему-то мне прям так захотелось его купить, я его когда одела, оно прям совершенно мне идет по фигуре. Оно сделано из шифона, но я посмотрела, что его можно носить не только летом, то есть оно может как бы и легкое, но тем самым оно какое-то и не слишком легкое, оно достаточно плотное. Цвет такой, знаете, и весенний, осенний, зимний. Я сразу представила, как я в своих кожаных сапогах и в кожанке. Мне кажется, что на осень-весна, вот такая погода, как у нас может быть сейчас, даже еще можно поносить. Это я смотрела недавно видео, что такие цвета, как шоколад, кофе, такие натуральные, знаете, цвета, но черно-белый, само собой, ну красный тоже, бесспорно, придает дорогой вид более. И, ну, такие вот бежевые тона, знаете, шоколадные. И я решила взять это платье, тем более так мне все это дешево, практически даром досталось, и мне очень понравилось. Мне очень нравятся вот эти вот отдельно висящие такие штуки. Они тоже придают какую-то и воздушность, и какую-то, знаете, такую небрежность, как я люблю, знаете. Вот я обычно даже, бывает, одеваю на себя что-нибудь, что-нибудь, там торчит, там торчит, там торчит, какие-то кроссы, и получается такой немного босяцкий, такой разиздяйский вид. Вот, и мне очень нравится. То есть очень расслабленно, типа бомж-пати такой, знаете, на расслабоне, хотя можно сесть в инфинити при этом, чувствовать себя хорошо. Вот это платье вообще мне очень нравится. Я считаю, что оно на самом деле, его можно в других магазинах каких-то купить, намного дороже. Ладно, зай, давай, я покажу это платье. Это платье мне тоже очень понравилось. Зай, ты вообще-то, тебе не надо платье мерить, ты мальчик. Да. Да. Очень красивое платье с таким офигенным вот таким тоже воздушным валаном вверху. Оно, вообще вот такие валаны, они всегда придают больше груди объема. Вот у кого не очень большая грудь, вообще очень классно носить вот такие штучки, чтобы вот здесь были рюшечки, знаете, вот здесь, вот здесь вот на одно плечо. Очень красивая расцветка, мне понравилась. Мне она показалась достаточно яркой, вечерним даже каким-то. Точно так же можно это использовать под сапоги и кожанку, но так же можно и лето, вечерний вариант. То есть мне очень понравилось, все очень воздушно. Мне понравилось, но оказалось, что оно немножко большевато на меня. Девчонки, когда я мерила, они заметили, что по бокам выточки идут такие, которые совершенно не на мою грудь. И все, кто померил платье, всем тоже выточки большеватые. Но в принципе оно не сильно смотрится, эти выточки не видно. И платье на самом деле офигенское. Вот мне оно очень понравилось. Мне кажется, оно как под темные волосы, как под светлые. Вот такая расцветка очень интересная. Мне понравилось. Следующее платье летнее. Я его одела. Во-первых, я считаю, что голубой цвет идеально одет под загар. Я его одела, оно мне немножко коротковатое было. Я подумала, что как раз-таки Кристина чуть-чуть ниже меня ростом, ей будет хорошо, замечательно. И это платье я подарю ей. Она как раз у меня в гостях, и она продемонстрирует, как оно будет на ней сидеть. Мне кажется, летом это просто мега секси, потому что здесь открытый ворот. Это платье не мнется, что самое классное. Я обожаю вообще вещи, которые не мнутся. И, кстати, коричневое платье тоже не мнется. И вот это платье тоже особо не мнется. Это, в общем, мега класс, потому что всегда можно взять с собой в поездки такие платья и выглядеть на высоте. В общем, голубой такой вот, мне кажется, это мокрый, мокрый что-то как-то называется. Вот не помню, как такая называется. Но, в общем, она не мнется. Прекрасно, прекрасно. Также вот такое платье. Очень много платьев у меня, да, две кофточки покажу. Вот такое платье, которое с пайетками. Вообще с пайетками вещи очень дорогие все время. Ну, как дорогие? Можно, конечно, найти на распродаже там уже дешево, но будут уже не твои размеры. А тут вот такое платье, в котором, знаете, я такие платья люблю с пайетками. Очень классно где-нибудь на сцене, когда ты поешь, когда приглушенный свет. Естественно, я вот такие все платья покупаю и беру на тот случай, когда я буду петь. Реально буду петь для вас. Я выйду в таком платье, что-то спою, буду вся блестеть в свете софитов. Оно такое коротенькое. Вот здесь оно все переливается. Сзади оно черное. Ну, легенькое, естественно, для клубного такого мероприятия, потому что в нем будет, конечно, холодно нам по зиме. Дальше вот такое вот платье вообще ежедневное, офигенское. Тоже ткань, которая не мнется. Я это очень люблю. Трикотаж, тянется. И оно очень легко по силуэту смотрится. Мне кажется, оно такое вот и простое, и в то же самое время его можно дополнить всем чем угодно. Ну, и цвет такой черно-белый, как бы, да, неброский. Ну, в общем, платье реально на каждый день. Просто зашел, и точно так же его можно использовать под сапоги и кожанку, и под туфельки. И будет всегда образ прекрасный, кайфовый. Я уже в нем снимала одно из видео, по-моему, фикс-прасс. Вот, вот такое вот платьице. Оно очень классное. Но оно не мнется, это же тоже классно. Это классно. Вообще, такие платья я люблю. Они с дрельным рукавом, их всегда можно под что-то одеть, чтобы было тепло и хорошо выглядеть. И вот такие платья всегда, ну, не меньше полутора тысяч всегда стоили где-то в магазинах. Я вот искала такие, чтобы были какие-то расцветки. У меня раньше много было таких платьев. Я их носила под брюки черные. Вот. Вроде брюки снимаешь ты в платье, да, а так оно в тунике. И еще купила две кофточки. Вот это, кстати, от фирмы. Сейчас я вам скажу. Плес. Плес. Ну, какая-то неизвестная фирма. Но такое вот я люблю. Вы знаете, вот оно легкое. Ткань очень легкая. Такая полупрозрачная. Но самое интересное, что если вы одеваете такую кофточку без лифчика, то грудь не видно. За счет расцветки, за счет вот интересной какой-то ткани такой вот. Она, знаете, немножечко показать, не показать, видите? Интересная. Плюс вот такая вот расцветочка интересная и удлиненная. То есть под штаник и замечательно. Я люблю такие вот удлиненные кофты. И вот такая летняя кофточка а-ля Куба Либра. Она тоненькая, прозрачненькая такая. Все в ней видно. Она легенькая. И самое классное, что когда я ее мерила, ее еще можно завязать. И будет вообще, ну, класс. Ну, то есть вот это мои расцветочки. Я всегда беру кофточки разные для того, чтобы снимать для вас видео. Все время быть в разных каких-то амплуах. Ну, и вообще, это вот красивые цвета розово-голубой. Мне кажется, на лето будет замечательно. Прозрачная, с коротким рукавом кофточка. И ту-ду, ту-ду, ту-ду. Вот такие мои покупочки были в Second Handy. Я надеюсь, вам понравилось мое видео, потому что оно реально было полезным и интересным. И каждый раз, когда я кому-то это говорила, я говорю, вот эту гору вещей я купила за 520 рублей. Все такие, да ладно, да ладно, где, когда? Я говорю, вот надо в такое время ходить. Вот так, вот так. И я обязательно для вас сниму еще видео. Поэтому, если видео вам понравилось, и вы хотите такие видео Second Hand, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Кто в первый раз, подписывайтесь на мой канал, потому что я планирую снять для вас очень много лайфхаков, и также очень много всяких покупок интересных, бюджетных и небюджетных. В общем, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Я буду рада всех новых людей. Всех вас целую, обнимаю и люблю. Ваша Селена Свой. Пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok